Утро Улыбаюсь и встречаю Оранжевое утро Здравствуй, город! Всем пора вставать, всем пора вставать По делам бежать, улыбаться, воздухом дышать Здравствуй, утро! Доброе утро, город Владимир! При вам в эфире шестого канала Самая ранняя программа, городская программа Оранжевое утро и в студии Дмитрий Шевелев И Мария Рыбакова Сегодня 16 января, четверг Вчера мы из-за профилактики пропускали один день, точнее одно утро Но сегодня мы опять с вами Мы вас рады приветствовать в нашей ранней позитивной стадии студии, друзья Два дня остается до выходных Поэтому просыпаемся, собираемся на работу И с хорошим настроением в приятной компании Оранжевое утро Встречаем новый день Да, и кстати, есть еще один отличный повод Побаловать, порадовать себя этим замечательным зимним утром Нужно позвонить к нам в студию по телефону 366666 И выиграть первый приз Это конкурс «Ранняя пташка» Итак, седьмой дозвонившийся сегодня по этому телефону Получит вкусную и ароматную пиццу от кафе «Империя пиццы» «Империя пиццы» 370060, пицца в офис и домой Ну а пока, друзья, вы дозваниваетесь, пока вы откладываете все дела Набираете номер 366666 Мы предлагаем вам узнать, что же ожидать от такой переменчивой русской зимы И от звезд у нас гороскоп Для овнов, служащих сегодня, лучший день быть замеченными начальством За отличную службу вам простят многие недостатки характера Отличное настроение и боевой настрой тельцов, полученный вместе с утренним зарядом Бодрости сегодня способствуют их самоутверждению Близнецы Работа окажется снова в избытке, но она как никогда вас раздражает и утомляет Поберегите себя Перегрузки чреваты нервным срывом Раки, если у вас есть друзья-иностранцы Сегодня самый подходящий день для встречи с ними И постарайтесь сохранять сегодня душевное спокойствие Обстоятельства требуют от львов снять корону и выступить в имплуа Золушке Большинство представителей этого царственного знака Будут вынуждены заниматься совсем не королевскими делами В области творчества и делах сердечных девы сегодня являют собой образец постоянства И скорее всего вы не ждете награды за свои поступки, а просто следуете велению сердца Весы Основную часть этого дня стоит посвятить практическим вопросам Займитесь уборкой дома или прилегающей к нему территории Силу личной инертности скорпионы пока не склонны менять привычный круг волнующих вопросов Однако звезды прозрачно намекают, пора заводить новых друзей или хотя бы готовить для этого почву Некоторые стрельцы наконец-то найдут что-то, что давно искали День хорош для любовного объяснения, бракосочетания и домашнего торжества Козероги становятся более решительными и целеустремленными От сравнения они готовы перейти к выбору, от теории к практике Водолеи Круг общения придется изменить или сократить Возможно, свои новые замыслы и тайные чувства вы не захотите раскрыть даже близким друзьям Рыбы не исключено, что кое-кто может неправильно расценить вашу деловую активность И посчитать вас излишне самоуверенным А вот родственники, возможно, помогут устроиться в этот день на интересную и доходную работу Сегодня, 16 января, в городе днем ожидается 13 градусов мороза Ветер северо-восточный 5 метров в секунду На протяжении всего дня в городе будет пасмурно Ожидается небольшой снег Вечером температура упадет до минус 11 Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба Лажность воздуха 85% Отличный новый день, начинает набирать обороты Сегодня уже четверг Эта неделя пролетела, в принципе, достаточно быстро, на мой взгляд Не так, как казалось, когда мы только выходили в понедельник А я понял это, друзья, я понял Мы в понедельник с Машей всех ободряли, что начинается новая рабочая неделя Я во вторник понял, в чем дело Все-то начали с четверга и с пятницы работать А мы с тобой с понедельника Ой, какие вы гремыки Ну, это понятно, но в любом случае, мне кажется, понедельник Это же такой этап, когда все начинается вновь Потом, да, два рабочих дня не считались Да, кстати, а в четверг тоже очень хороший обычай Традиция дозвониться в оранжевое утро и выиграть вкусную пиццу Это точно задаст отличное настроение До конца недели у нас есть такой человек Этот волшебник, доброе утро Здравствуйте Алло, доброе утро, представьтесь, пожалуйста Здравствуйте Здравствуйте Зовут меня Ирина Ах, этот бодрый голос, Ирина, как так рано просыпаетесь уже, я думаю, что, наверное... Всегда так рано просыпаюсь, всем готовлю завтраки и жду, когда проснутся все остальные Какая вы умница! Такая вообще стоит похвалы, такое умение Некоторые присутствующие здесь и мне благодарят Ирина, расскажите... Это я о себе, как я понимаю Ирина, расскажите нам, вот наконец-то наступила, ну, какая-никакая зима Вот вам какая все-таки больше нравится? Такая, какая была? Такая более европейская? Или все-таки вот русская, настоящая? Такая прелесть, солнышко на улице, снежок такой легкий, на улице чисто, светло И мороз, да, как-то... Самое-самое то, и не очень холодно Согласна, хочется сесть в тройку и... И помчаться Итак, Ирина, ну, поздравляем! Сегодня вы выиграли пиццу Пожелание жителям города Владимира какое-то утреннее от вас Я желаю жителям города Владимира не испытать мое вчерашнее очарование, когда я включаю в 6.30, а там полоски Чтобы вы каждый день выходили в эфир, радовали нас своими улыбками и чтобы все было у всех хорошо Спасибо вам большое за эти добрые слова Доблые слова Удачного дня! Как приятно вот всегда с утра получить этот обмен положительной энергии друг с другом А не полоски Да, а не полоски Итак, а сегодня мы решили с Димой поговорить о братьях наших меньших Я сейчас говорю о друзьях человека, мы говорим о животных В принципе, сегодня, наверное, уже сложно себе представить жизнь без этих замечательных, чудесных, добрых, отзывчивых У 75% жителей нашей страны есть домашние животные Вот, поэтому, дорогие наши обладатели домашних животных, обязательно сегодня нам дозванивайтесь, делитесь своими впечатлениями, мыслями Кого вы считаете полезным, кого считаете вы, может быть, немножко бесполезным и вообще своими рассуждениями по этому поводу Да, расскажите, кто живет у вас, как их зовут и, может быть, даже они с нами хотят поговорить Да, так или иначе, в любом случае, о том, что человек и животные уже вместе очень давно известно так же Очень давно первое появившееся и домашненным животным считается собака Во многих, да, 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 как раз-таки многие так думают Сначала это был волк, который плавно стал собакой Но есть такое исследование, что, оказывается, первым, скорее, животным, который стал не только другом, но и принес пользу человеку Это была коза, ее домашние, по-моему, 12 тысяч лет назад Кошки в расстройстве Да, в любом случае, постоянный спор, а точнее, уже давно доказано всеми возможными исследованиями медицинскими То, что животные человеку нужны, животному с человеком хорошо, человеку с ним тоже Вот, например, прошлой осенью в Филадельфии, Соединенных Штатах Америки, состоялась одна крупная международная конференция Как раз-таки посвященная изучению взаимоотношений между людьми и животными Так вот, на этой конференции как раз-таки выступали ученые, которые доказали, что животные необходимы человеку для сохранения как душевного, так и физического здоровья И даже одна из представителей медицинского сообщества провела такое исследование Она опросила 60 пар семей, посредством которых установила, что животные в этих семьях, присутствующие животные в этих семьях, являлись подавляющими созданиями конфликтов То есть многие те, кто обладали как раз-таки собаками, кошками или еще какими-то милыми созданиями В семье климат был намного спокойнее и лучше Одна женщина вообще, например, регулярно пользовалась собакой для того, чтобы пресекать ссоры Говорила, не кричите, вы ее пугаете И на этом конфликт был исчерпан Я всегда считала, что они являются настоящими домашними докторами Что просто даже наблюдение, как у тебя рядом с тобой ходит, мурлычет, играет какое-то создание живое Это успокаивает нервы и благоприятно влияет на вас Да, ну и тем более, что также сам факт того, что появление общения, взаимоотношения с животными повышает уровень серитонина и дофамина Гормонов, которые улучшают настроение, не может не говорить в эту пользу Ну и, соответственно, так как Оранжевое утро тоже такой миссией обладает Мы решили, что двойная доза сегодня Вам не помешает Да, и дофамина, и серотонина вам будет не лишней Ну и как всегда, друзья, да, в традиции мы предлагаем вам сыграть вместе с нами в Оранжевую викторину Сегодня мы задаем вам вопрос, точнее показываем фотографии животных, которые живут у русских знаменитостей И три варианта ответа, как всегда, вам нужно выбрать, какому нашему звездному селебрити принадлежит то или иное животное Соответственно, заодно и покажем вам фотографии, как они вместе с животными проводят время Да, мне кажется, это достаточно примило Да и вообще, знаете, на животных так же, как на детей, как горит огонь, как работают другие, как течет вода И, мне кажется, животные, да, и как идет Оранжевое утро, это же можно бесконечно это смотреть И также выигрывать подарки, ведь у нас же все не просто так И сегодня, как всегда, их огромное количество Во-первых, друзья, вторая вкуснейшая пицца Нашего спонсора кафе Империи пиццы ждет вас, чтобы вам обеспечить вкусный обед А нам с вами приятно за нее побеседовать и сыграть вместе на лекторину Да, так или иначе, все-таки в кафе Империи пиццы это и уютная атмосфера, и обстановка Самое лучшее обслуживание, и не только европейская, но и японская кухня К тому же, лично от нас, вот такой чудесный сувенир Мой любимый пакет, мой любимый супер календарь на 2014 год Со всеми медийными главными лицами наших партнеров Нашей любимой телекомпании РЕН-ТВ Вы чувствуете, как Маша с трудом переворачивает? Календарь действительно замечательный Действительно весомый, тяжелый подарок для вас Да, плюс то, что мои коллеги просят, просят, говорят, да и пожалуйста Я говорю, только дозвонившись в оранжевую злоу можете получить Сейчас Нет, скажу потом, чтобы не отбить интерес к календарю Итак, дальше это еще будут вот такой замечательный магнитный холодильник Пазл, то есть сочетание красоты Вот здесь уже не коллеги наши, а здесь непосредственно мы представлены Да, команда Оранжевое утро с удовольствием поделитесь своим хорошим настроением с вами каждый день Плюс к ней мы дарим вам карту сети магазинов Амби и Квартал Пятипроцентную скидочную, но это еще не все Нет, друзья, не все Сегодня мы разобрим два замечательных приглашения на концерт Который состоится, внимание, состоится 1 февраля в этом году, конечно же В Доме культуры молодежи, друзья, концерт, концерт Виталия Петровского Нашего гостя, который был у нас перед Новым годом И обещал, кстати, да, что приедет с концертом Да, обещал, кстати, так что к 1 февраля мы его призываю поздоровим Да, обязательно Ну что ж, все, в принципе, исчерпано Вам дан повод дозвониться по телефону 366666 И мы с удовольствием подарим, пообщаемся Вы поделитесь мнением, мы с вами поговорим Да и весь город вас услышит Поэтому, ну что тут еще добавить 16 января Мы предлагаем вам узнать, чем еще этот день был отмечен в истории Ну а мы с Машей пока посчитаем ваши подарки Как их поуютнее уложим на вашем столике 16 января 1724 года Петр I запрещает в России браки по принуждению Эти петровские положения действовали весь 18 век Но, как часто в России бывало, законы в этой сугубо личной сфере не исполнялись И судьбой детей продолжал безраздельно распоряжаться отец А в помещи в владении господин женил крепостных по своему усмотрению А вот в 1866 году некий Эверет Хосмер Барни запатентовал металлические роликовые коньки Они крепились на обычную обувь, а зажим подгонялся при помощи винта А спустя ровно два года торговец рыбой Уильям Дэвис из Детройта, штат Мичиган Запатентовал холодильник на колесах 16 января 1920 года в США вступил в силу сухой закон На всей территории страны была полностью запрещена продажа спиртных напитков О необходимости такового в обществе говорили уже не первый год в связи с очевидным спаиванием нации Одну из главных причин видели в огромном потоке иммиграции из пьющей Европы, в первую очередь из Ирландии В этот день 1959 года на Горьковском автозаводе была собрана первая партия легковых семиместных автомобилей представительского класса «Чайка» Дизайн машины напоминал образцы американских производителей, в то время законодатели мировой автомобильной моды «Чайка» оснащалась V-образным 8-цилиндровым двигателем мощностью 195 л.с. Разумеется, первые «Чайки» для индивидуального пользования не предназначались, но были два исключения Одна из машин была подарена Никитой Хрущевым писателю Михаилу Шолохову, а вторая находилась в гараже первого космонавта Юрия Гагарина День Ангела сегодня празднуют Арина, Павла и Ирина День Ангела Вот, кстати, Ирина, с днем Ангела вас, между прочим Все же не просто так, видите, как все это совпадает и объединяется Вот так же, со судьбой не уйдешь Ты видел, в 18 веке только отменили браки по принуждению То есть, представляешь, Дима Шевелев, тебе бы сказали Дима, давай, пора Все, вопрос исчерпан, нечего тут выбирать Он через три дома от тебя живет Нечего тут выбирать И сухой закон тоже, сколько знаковых событий в этот день произошло А еще нам в этот день дозвонился к нам наш утренний телезритель Мы говорим ему «Доброе утро» Доброе утро Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста Ирина Ирина Сегодня день Ирины Ирина, с днем Ангела вас поздравляем Говорим вам «Доброе утро» Ирина, вот расскажите, мы всю неделю спрашиваем, как провели новогодние праздники Я вас тоже поздравляю с праздниками Я вас тоже с праздниками поздравляю Здоровья вам и счастья Спасибо большое Спасибо Ирина, давайте сыграем викторину Ирина, вообще скажите, как к животным относитесь к домашним? Есть у вас кто? Давайте Итак Вообще-то у меня есть моя любимая кошечка Живет у меня моя любимая кошечка, Музька ее зовут Музька? Хулиганка еще так Хулиганка, ну с такими меню А мы сейчас вам покажем, а другую А мы сейчас, Ирина, вам показываем на экране нашу другую кошку, которая живет у известного российского политика Итак, внимание, вот такая прекрасная киса живет у одного известного политика Очень известно, поверьте Итак, три варианта ответа вам Это премьер-министр Дмитрий Медведев Президент нашей страны Владимир Путин Либо лидер одной известной фракции Владимир Вольфович Жириновский Итак, Медведев, Путин, Жириновский Кому принадлежит эта кошка? Путин Думаете, Путину? Ирина, а сегодня на все вопросы будут хозяева вместе с их животными Но, к сожалению, у этого владателя нет совместных фото, потому что, видимо, очень серьезные Итак, внимание, правильный ответ, это Дмитрий Анатольевич Медведев Ох, Ирина Он говорит вам привет, передает Медведев, елки-палки Ну ничего страшного, не расстраивайтесь Да, не расстраивайтесь, эту кошку, кстати, зовут, похоже, не Муська, как ваша, а Милка Ну видите, все в сопал Ирина, обязательно надо попробовать дозвониться завтра у Ирины Сергеевой Призов, поверьте, ничуть не меньше У Ирины Да, и опять у Ирины Хорошего вам дня и спасибо за звонок Муська, Милка Милка, Милка Ну Путин, кстати, он же собачник все-таки Не согласен Ну, кстати, друзья, когда готовились к Викторине, у Медведева есть еще кот Дорофей, известный, который пропал в одно время Он целую поисковую кампанию разворачивал, он спасся, а вот эта самая кошка Милка полгода назад принесла котят Мы видели котяту, выросли немножко, да? Я просто смотрел на тебя Ну, конечно У тебя есть домашний живот? О, да, у меня живут два кота У меня, ну, то есть, всегда, ну, с самых моих ранних лет у нас всегда было два кота То есть, один старый и один, вот прям маленький маленький котенок Ну, и один новый, да, можно сказать И все время, то есть, когда старел тот, появлялся новый И вот всегда у нас два кота Сейчас у нас живут Барсик и Тишка Барсик и Тишка чудная А у меня собака чудная Вот так? Вот так, да, я собачница Друзья, мы забыли про еще два подарка Да-да-да, об этом мы скажем вам Тогда, когда позавтракаем Сейчас Юрий Ковачев приготовит вкусный салат После чего мы озвучим еще один очень интересный приз Салат, кстати, для людей, правильно? Да, салат для людей, не для животных Приятного аппетита Супермаркеты Амбиквартал Это более 500 наименований продуктов цеха собственного производства Ароматная выпечка, изысканные салаты, блюда японской кухни, итальянская пицца Для приготовления мясных блюд и полуфабрикатов мы используем только свежее мясо региональных производителей Это позволяет максимально сохранить полезные свойства продуктов и обеспечить высокое качество производства Амби – качественно новой Доброе утро, друзья! Сегодня мы с вами приготовим не только сытный, но и полезный завтрак Нам понадобится сыр моцарелла Нам понадобится желтый болгарский перец Немного черепомидоров и базилик Перец мы нарежем большими кубиками Для этого салата мы используем такой сыр, как моцарелла Традиционно моцарелла производится из молока черных буйволиц У нас же в магазинах мы чаще встречаем сыр моцарелла, приготовленный из обычного коровьего молока Кстати, мы традиционно сделали это в магазине «Квартал», где всегда огромный выбор сыров И вы найдете для себя все, что нужно Перец мы нарезали, помидорки черри мы тоже нарезали Сыр мы тоже разрежем пополам Приготовление такого салата займет у вас очень немного времени Теперь приготовим заправку Для заправки нам понадобится немного оливкового масла И немного бальзамической пасты Все это мы перемешаем венчиком Вот такая вот простая заправка готова Осталось только выложить нашу салат на тарелку Оставилось добавить маленький стрижок Листья базимика мы мелко порубим Добавим в заправку Теперь осталось полить наш салат готовым соусом Немного перца Итак, наш быстрый и здоровый завтрак готов Я желаю вам приятного аппетита и хорошего дня Для приготовления салата с моцареллой вам потребуется Болгарский перец, 10 помидоров черри, упаковка сыра моцарелла, 2 веточки базилика, бальзамическая паста, оливковое масло, соль, перец по вкусу И тишина Да, мы спорили Кто сейчас начнет первый говорить И спор этот Ты не поверишь Ну, выиграла я, я так понимаю, да? После вкусного завтрака Я не успел закушать вкуснейшую продукцию Владимирского хлебокомбината, который представлен на нашем столе, друзья Владимирский хлебокомбинат Это крупнейший производитель хлебобулочной продукции в нашем центральном регионе Поздравляет всех жителей нашего города с наступившим 2014 годом Желаю вам всем счастья и, самое главное, здоровья Самое главное, здоровья Ко всему прочему, приобретая продукцию Владимирского хлебокомбината Вы обязательно порадуете и себя, и близкость Действительно полезной, вкусной и неизменно качественной продукцией Такой вкусной, что даже Дима Шевелев не внушается И ест ее прямо, в прямом эфире Не постарайтесь, смотришь завтрак, сидишь здесь, ну невозможно Хочется либо ручку сломать, либо покушать Вот так вот, две грани одного и того же Кстати, огромное количество животных стали популярны И вообще всплеск популярности определенных пород Возрастает в связи с тем, что они появляются на телеэкранах И не только, да Ну, например, помнишь, какой ажиотаж произвела порода собаки Лабрадор Когда она появилась у Владимира Владимировича, да Когда стало известно Ну, ее подарили, и все поняли, что ага, президенту нравятся вот такие собачки Я всегда думаю, о чем я хуже президента Да, действительно Я лабрадора Да, также я думаю, что у вас, если сейчас, например, вы в своей голове немножко повспоминаете Какие вот тебе животные самые известные из кино, из телепередачи всплывают, да Впервые уходит пёс Барбос, который советский кинематограф А этот щенок по кличке Гав такой смешной Давай бояться вместе, когда, помнишь? Мультики Так, мультик, ну, из-за... Не считается Нет, ну, если мультики вспоминают, то тут все семейство просто окрашено А мне почему-то, знаешь, вспоминается в фильме «Маска» Помнишь такой смешной, смешной, да, Джек Расслук-терьер, да? Мои хорошие друзья же точно такая же собака Очень энергичная Вообще, терьеры сумасшедшей энергии собаки Они безумные Да, ну, а, например, самый все-таки популярный, как оказывается, да, это следующие животные Во-первых, это... Точнее, нет, дружи, я бы хотел вам... Давайте популярен вас попозже, расскажем про самых дорогих А, это самый дорогий? Рейтинг самых дорогих животных Предлагаю, представляете, все животные очень дорогие Я сейчас не про деньги, для своих хозяев А, любимые Они очень ценят Но, друзья, а вот теперь про деньги Есть животные, которые не только дорогие для души, но и дорогие по сумме Поэтому, внимание, рейтинг... Все-таки собаки, собаки Рейтинг самых дорогих животных Говори, ну, согласись со мной, собака все-таки первое место занимать должен Нет Да что так? Ты сейчас поймешь Начинаем, друзья, с конца Итак, последнее место, ну, точнее, как последнее? В нашем рейтинге самых дорогих на шестом месте Львиная собачка Это самая дорогая и одновременно самая редкая порода из собак Она выведена во Франции К 60-му году 20-го века численность их сократилась настолько, что она была даже внесена в Красную книгу Если кто-то хочет привезти себе такую собачку, придется выложить за нее от 4 до 8 тысяч долларов Да, и называется у породы этой собачки очень милая Леон Бишон Видишь, какая хорошенькая? Прекрасная Следующая – это змей, как оказывается, наиболее популярное экзотическое животное в мире Но удовольствие не из самых дешевых Так что приобрести, например, королевского питона вам следует накопить, точнее, или отложить порядка 10 тысяч долларов Вообще питоны, оказывается, змеи совершенно не агрессивны, но вырастают они огромными До 12 метров Поэтому я думаю, что вольер или даже… Я сложно себе представляю Место, в котором… Комната? В котором, да, это животное может находиться Ну, хотя, если у вас есть лишние 10 тысяч долларов, для вас это не особо большое Почему бы нет, друзья? Продолжаем наш рейтинг Гиацинтовый ара – это попугай, самый большой попугай в мире Его длина достигает, может достигать до метра, представляете? То есть огромная птица размером в целый метр, друзья И стоит она, такая птичка, совсем небольшого роста, 12 тысяч долларов Ну, мне кажется, тоже неплохо Дальше, я так понимаю, все-таки это обезьяны, наши самые ближние родственники Точнее, гориллы, кстати Я думаю, всем известно, что чуть-чуть меньше 100% наших хромосомов совпадает Но это ничего не значит, да Такое животное тоже будет не самым дешевым Но я опять же сомневаюсь, кто может себе позволить такое создание держать около себя У Майкла Джексона была известная шимпанзе, которая жила с ним Которую он научил пользоваться вилкой и вилкой ложкой Ну, действительно, такие подобного рода животные Но сейчас внимание, самая дорогая покупка была сделана арабскими шейхами Но здесь ничего удивительного Они всегда ценили чистокровных лошадей И вот покупка трехлетнего чистокровного английского жеребца Обошлась Аль Мактуму Шейхам Дану Если вам что-то это говорит, вот этот конь, друзья Обошлась, внимание, в 40 миллионов долларов Эта лошадь была победителем двух соревнований И этот конь стал одновременно самым дорогим И самым большим разочарованием для хозяев После покупки он не выиграл ни одного соревнования В такие моменты мне как-то даже немножко грустно 40 миллионов за лошадку, представляете? Но это, может быть, действительно того стоило Пиар-компания «Быше хозяев» Два соревнования выиграл, и тут на тебе Кстати, у нас же тоже есть известная порода лошадей Владимирский Тяжеловоз, очень красивая, очень красивая порода Вообще лошади чудесные животные Никому сюда 40 миллионов не надо? Не надо лошадку Нам тут же их звонил, да? Итак, кстати, по поводу звонил Есть желающие с нами сыграть Доброе утро Алло, здравствуйте Алло Алло И тишина Видимо, подумали, что про 40 миллионов мы заговорили Как шеев? Я не шеев! Нет, нет, нет Мы так не договаривались Давайте сейчас еще потратим минутку на то, чтобы улыбнуться После чего обязательно вернемся и продолжим У нас сейчас маленькое видео на тему Маленькое небольшое, друзья, мультик, я уже сказал Которое в 2013 году вошел в десятку самых рейтинговых короткометражных мультиков И оно как раз посвящено домашним животным Поэтому всем внимания Давайте посмотрим Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот бумерангом все ему вернулось Здравствуйте, у нас есть еще один звоночек Доброе утро Здравствуйте Здравствуйте, прекрасный, бодрый голос Представьтесь, пожалуйста Меня Татьяна Татьяна, обладаете ли вы каким-нибудь животным домашним? Да У вас кто? Собака Так, вас собака Как зовут вашего питомца? Рассказывайте Про собаку? Конечно, про свою собаку, хвастайтесь Так, я пудель А как зовут вашего пуделя? Гер Извините, мы не расслышали еще раз Гера? Герда 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 Это девочка Понятно Давно у вас живет это животное? И как вообще оно к вам попало? Ой, пять лет живет Подари Подари, Ленгар Подари Вы, Татьяна, вы разговариваете с нами по телефону? Вы на телевизор не отвлекаетесь? А то мы вас очень плохо слышим В трубочку Да, да Вот, вот Теперь вот нормально Прекрасно Так, и в общем, радует вас? Не жалеете? Нет, нет Радует Прям вообще Почему? Татьяна, у нас не получается Нам позвонила Ирина, обладательница кошки А сейчас позвонили вы И у нас следующий вопрос как раз Про собаку Итак, появляется на нашем экране фотография Вот такой собаки Эту собаку зовут Дейзи И она живет у известного российского певца Итак, три варианта ответа для вас Дмитрий Маликов, Сергей Лазарев Либо Леонид Агутин М, так Маликов, Лазарев, Агутин Такая милашка Так, так Ну, да Думаете Маликов? Да Дмитрий Маликов, Маликов Сейчас увидим правильный ответ И вот на экране Сергей Лазарев К сожалению С своей питомицей Ну, ничего страшного Не расстраивайтесь Я думаю, что обязательно у вас все получится в следующий раз Татьяна, хорошего вам настроения Спасибо за звонок Видите, друзья, сегодня у нас такая Я считаю, забавная, веселая викторина Не сложно попробовать свою интуицию Звоните нам еще 366666 У нас все подарки еще в наличии Это пицца Два пригласительных на концерт Это сувенирная продукция И еще это не все Та-да-да-дам Черный ящик Внесите в стул Итак, сегодня тот, кто мечтает обладателем стать вот таких двух чудесных созданий Они сейчас чувствуют себя телезвездами Друзья, это абсолютно не шутка, это прямой эфир Это два попугая, которые мы готовы подарить вам от шестого канала За то, что вы дозвонитесь к нам по телефону Они живые, видите, они лихают Маша, зачем ты это сделала? Мария абсолютно умеет обращаться с попугаями, поэтому мы их дарим в подарок вам, друзья Дозвонитесь, 366666, правильно ответите на вопрос викторины И забирайте этих замечательных птиц Только обязательно, друзья, скажите при звонке, что вы хотите попугаев Потому что мы не хотим отдавать их в руки Тем, кому они не очень нужны Зовут их, кстати, Мария и Дмитрий, поэтому приобретите Диму и Машу себе домой Ну а пока узнаем, давайте, какие же интересные штуки и гаджеты являются полезными для животных А точнее, теперь, так считается, наверное, что они являются полезными Артем Сыров для вас сделал специальный обзор по этому поводу Ну смотри, Дима целует Машу Тихо, 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 тихо Сегодня будем говорить о гаджетах для наших четвероногих друзей Пить хотят все Это устройство создано с использованием ПВХ-труб, датчиков движения и клапана от распрыскивателя Это автоматическая паилка Она крепится к открытому крану При приближении собаки паилка включается автоматически А когда животное уходит, клапан перекрывается Давайте посмотрим, что можно было бы использовать в городских домах Если у вас в квартире живет несколько четвероногих друзей И вы не хотите постоянно думать о том, чтобы всем хватало воды Вам в этом поможет этот чудо-прибор Устройство состоит из миски, в которой находятся датчики резервуара с водой, насоса и процессора При помощи насоса в миску заливается вода Уровень которой контролируется тремя датчиками, поддерживающими ее на определенном уровне Паилкой это, конечно, хорошо, но одной водой сыт не будешь Одна из компаний разработала необычное приспособление Кормушку, которую можно управлять при помощи смартфона Устройство представляет собой контейнер с лотком, в который порционно поступает пища Управлять кормушкой можно через смартфон При этом хозяин может запрограммировать график кормления И следить, как часто и сколько корма поглощает питомец Различной информацией может отправляться через смс, электронную почту и социальные сети Любители котиков мы можем порадовать еще одним устройством Идея заключается в том, что получить еду из кормушки сможет не каждая кошка А только та, на шейнике которой прикреплен специальный датчик Устройство представляет собой куб, внутри которого содержится несколько порций кошачьей еды Свежесть корма сохраняется при помощи встроенной системы охлаждения Доступ к которому осуществляется через специальную дверцу, которая открывается по сигналу радиодатчика Который устанавливается на шейнике того или иного животного Причем этот датчик умеет распознавать разных животных по их идентификационному номеру Таким образом можно настроить отдельную диету для каждого домашнего любимца Конструкция спроектирована таким образом, что одновременный доступ к питанию может получить только одно животное Хотя устройство в основном ориентировано на кошек, оно может быть использовано и для небольших собак Будем надеяться, теперь все сыты, пора и поиграть В мае нынешнего года ожидается появление на рынке устройства PitCube Это небольшой куб с дистанционно управляемой лазерной указкой и камерой Устройство нужно будет просто установить в удобном месте и подключить к Wi-Fi Настроив приложение на смартфоне, можно будет управлять лазером из любого места Еще один гаджет может появиться в продаже летом Ориентировочная цена около 30 долларов Благодаря проекту Egg, стартовавшему на Kickstarter Животные смогут получить необходимую физическую активность без особого ущерба для окружающего пространства Устройство представляет собой небольшой автономный механизм, который выдает себя за живое существо, провоцируя вашего питомца на игры И наконец, все мы хотим понимания Благодаря изобретателям скандинавского общества изобретений и открытий В будущем может появиться устройство, которое будет способно прочесть некоторые основные мысли животных и привести их в понятные человеку сигналы Данное устройство будет использоваться в окопность психологических состояний животного, например, усталость, радость, голод, волнение и другие Полученные информации будут обрабатываться микрокомпьютером, а затем переводиться в голосовое сообщение, которое будет озвучено через громкоговоритель на ошейнике Ожидается, что гаджет будет доступен в трех модификациях От простой, который определяет несколько основных мыслей, до более усовершенствованных Стоимость базовой версии будет составлять 65 долларов Автор планирует развивать устройство и научить его говорить на нескольких языках, а также считывать больше информации о чувствах животных У меня есть кошка Люська Мы ее воспитали, и она теперь добрая А так раньше меня вообще к ней не подпускали Ну, кое-кто позвонил, у них там есть кот, а потом там кое-кто родил котиху Котиха родила кота И сейчас он растет, и когда вырастет, они отдадут нам Я хочу кошечку А к нам и так кот ходит Ее зовут Семен Он любит постоянно меня кусать Ему где-то лет, восемь где-то ему лет Он у меня котенок пока еще маленький Васька Васька Как моей бабушке Вале Она на Украине живет Такая же кошечка Васька Когда я просыпаюсь, он играет Ласкается Бегает за мной Ну, иногда и под одеялом играет Я вот прошу, прошу, а мама мне не купит Вот так, друзья, да И котихи у нас, и котенок, которому 8 лет И мама так и не купит А котиха родила кота Да, ну что же делать А у нас вот А у нас, друзья, внимание Два попугая Мы выяснили во время вот этой рубрики Что синий попугай мальчик А зелено-желтый девочки Так, синего зовут Дима Желто-зеленого Маша Поэтому, кто хочет приобрести Недорого, бесплатно За правильный ответ отдадим Да, 36, 66, 66 Друзья, вместе с клеткой С набором корма Со... Совсем Я не знаю, в чем еще С черновиками нашими подстиловыми Ну, кстати, говоря о птицах Точнее, попугаях Вот их количество Точнее, их звездные роли в кино Почему-то я ни одной не припомнила А вот есть прям топ такой серьезный Самых главных звездных актеров Животных Действительно, не только киноактеры Но и животные актеры, которые снимаются в фильмах Они также вызывают умиление А порой даже в несколько раз больше, чем сами люди Поэтому сейчас, внимание на экран Наш небольшой топ главных киноактеров Из-за... С популярных лет, да Последних Итак, Джек Расселл Терьер Уги из фильма Артист Пес с обувной кличкой Стал мировой знаменитостью Как раз таки после съемок в этом Скороносном фильме Но путь к мировой славе у этой собачки Был очень непростой В детстве он был пронырливым и шумным И отчаявшись воспитательщинка Первые хозяева его собирались отдать в приют Но Крохе повезло Он попался на глаза профессиональному собаководу Который сделал из этого замечательного создания звезду Следующее животное не совсем домашнее Но тем не менее Это касатка, которую зовут Кейко И она снималась в трилогии В известной знаменитой и любимой в России Трилогии «Освободите Вилли» Фильм о том, как 12-летний мальчик Джесси Спасает касатку Вилли из плена океанариума Действительно, в нашей стране стал культовым Картину тут же разобрали на цитаты А поцелуй животного и мальчика получил Главную премию кинонаград MTV Главную роль в картине исполнил самец касатки Кейко А его дублером была точная механическая модель кита Сделая настолько искусно, что сам Кейко даже пытался с ней общаться Да, ну а в съемках комедийной мелодрамы С молодой семьей и их непослушной собакой Принял участие аж 22 животных А точнее 22 лабрадора Сюжет фильма охватывает 10 лет Непростых взаимоотношений главных героев Которые сыграли Дженнифер Энистон и Оуэн Уилсон С их проказником лабрадором Марли Я думаю, что это кино также многие смотрели Оно очень хорошее, доброе И именно поэтому, кстати, для съемок В связи с тем, что промежуток фильма растянулся на 10 лет Понадобились и щенки, и взрослые матерые псы А теперь, друзья, внимание Самая высокооплачиваемая известная обезьяна В мировом кинематографе А у нее огромное количество ролей Но последнее известное ее появление на экране Это кинофильм «Мальчишник в Вегасе» Этого обезьянку зовут Кристал Она самая, как я уже сказал, известная киноактриса И успех к ней пришел после участия Как раз во второй части этого фильма На премьере она появилась, как и другие актеры На ковровой дорожке И, внимание, обезьянка одела красное платье С глубоким декольте и жемчужное жерелье А вот началась кинокарьера этой обезьянки Еще с множества фильмов Там, так что, друзья, правда Настоящая кинозвезда из мира животных Да, я знаю, что это обезьянка Капуцин, по-моему, у нее порода называется А знает ли об этом дозвонившийся в эфир Оранжевое утро Здравствуйте Не договорила Как вас зовут? Павел Павел, ну что, попугаев хотите? Очень Ну, мы же серьезно Ну, заберете, если вы играете? Почку хочет, значит, надо Замечательно, давайте, Павел Прекрасно, Павел, тогда надо сыграть, во-первых, еще в викторину Но, поверьте, мы вам всячески будем пытаться помогать Итак, появляется у нас на экране фотография мальтийской баллонки Которую зовут Джульетта Вот такое милое создание Обладатели ее известны российские также исполнители Итак, три варианта ответа Андрей Макаревич, Стас Михайлов, либо Валерий Сюткин Мониторите интернет, мы прям чувствуем это Так, так, так Павел, соберитесь, мониторьте, но быстрее Макаревич, Михайлов, Сюткин Ну, на интуицию полагайте Сюткин Думайте Сюткин Ну, конечно Ну, а мы проверим про Валерий Сюткин Ну, конечно же, да Интернет вас не подвел Да, я даже Нет, нет, Маша, я уверен, Павел знал Я даже по ту сторону слышала, как вы сосредоточенно это делали Но нам не жалко птиц Забирайте, Павел Мы вас поздравляем Поздравляем Рассказывайте, как у них дела И самое главное, Павел Так как на улице Минус 13 градусов Позаботьтесь о том, как вы будете перевозить из Штого канала себе домой Итак, хорошее настроение и спасибо за звонок Ну, а для того, чтобы, так сказать, немножко сейчас поднять другой вопрос Мне бы хотелось Конечно, все это хорошо и замечательно и здорово, когда такие создания обретают дом Но иногда бывает так, что у замечательных, добрых и отзывчивых братьев наших меньших дома нет И тогда их дом становится приют Об одной такой истории сейчас пойдет речь У них нет мамы и папы, нет теплого дома и любящих хозяев Мимо этих одиноких комочков шерсти мы часто проходим мимо, не протягивая руки помощи Кто-то из них приспосабливается существовать по суровым законам улиц Кому-то везет немного больше И они оказываются здесь, в приюте Валента Как мы поняли, да, эту собачку приобрели обеспеченные люди За достаточно большие деньги Они решили, что у них в доме находится игрушка Игрушка доросла до 15 месяцев, она весит 70 килограмм С ней надо гулять, ее надо не только кормить, но и надо дрессировать После этого она стала ненужной, ее выбросили Оказаться брошенным – это большой стресс для животного И для того, чтобы собака вновь поверила человеку Нужны ежедневные тренировки и, конечно же, общение и внимание Он был совершенно неадекватным мальчиком Он не позволял до себя дотрагиваться, надевать поводок Он вообще ничего не позволял Сейчас это вполне нормальная, управляемая собака С которой можно подружиться Единственное, что требование к владельцу – это должен быть серьезный человек, который понимает, чем он владеет А эту собаку, как и многих других жильцов приюта, подобрали на улице Али нужен вольер, ежедневный уход Хорошо, что в приюте есть волонтеры, готовые помочь безвозмездно Каждый день они дарят собакам и кошкам свою теплоту К нам приходят добровольцы просто погулять с собаками Особенно нам не хватает утром на выгул собак людей Просто не надо убирать, ничего даже делать, помогать Помогать гулять, потому что у нас мало сотрудников Два-три человека вот так работают И мы с утра по полтора-два часа гуляем с собаками Не всех собак можно содержать в вольере И просто прийти, поиграть с кошками, поиграть с собаками Потому что им очень не хватает тепла И всем собакам, конечно, нужен индивидуальный хозяин Здесь работают настоящие добрые волшебники Трудно даже представить, сколько нужно сил и терпения Моральной стойкости и любви Чтобы по-настоящему заботиться об этих беззащитных малышах И несмотря на то, что на территории приюта есть несколько вольеров Их могло бы быть и больше, если бы не материальные трудности Между тем, каждое попавшее сюда животное проходит ряд обязательных процедур Когда мы получаем животных, мы, если не совсем маленькие, конечно, глистогоним всех Потом обрабатываем от блох Потом вакцинируем Если взрослые попадают, вакцинацию против бешенства делаем всем Невзирая на то, что некоторым питомцам валенты все-таки везет и их забирают Кто-то живет тут по несколько лет А ведь, чтобы спасти брошенных малышей и забрать животного к себе домой Нужен только паспорт и доброе сердце Не бойтесь приютить бездомные животные Люди, которые берутся за это дело, достойны огромного уважения И, может быть, заслуживают в жизни больше призваний, чем самые известные звезды телеэкранов и обложек газет Ну что, друзья, мы вас призываем, звоните к нам в студию Прямой эфир по телефону 36 66 66 Из наших подарков на сегодня улетели пока что только два попугайчика К дочке нашего телезрителя Павла Ну а, друзья, у нас еще есть пицца Два пригласительных на концерт Витольда Петровского Логотип, сувениры с логотипами и символикой 6 канала И подарочная карта от сетей магазинов «Амбиквартал» Все это может стать вашим после обзора главных событий Владимирского региона И, конечно, после того, как вы наберете номер 36 66 66 Попугаи улетели Попугаи! Ничего не скажешь Виновник ДТП, в котором погибли 7 сотрудников автоприбора Будет отбывать наказание в колонии-поселении Страшная авария произошла в конце сентября под Вязниками Военный КамАЗ из Брянской области выехал на полосу встречного движения И столкнулся с «Газелью» из Владимира Водитель микроавтобуса и все его пассажиры погибли Виновником ДТП следствие признало военнослужащего по контракту 38-летнего Юрия Чернова Обвинение просило для него 6 лет лишения свободы С учетом смягчающих обстоятельств Суд назначил водителю КамАЗа 5,5 лет колонии-поселения Страна обвинения считает приговор справедливым А вот родственники погибших в этой аварии назвали его слишком мягким Не исключено, что потерпевшие будут оспаривать решение Владимирского гарнизонного военного суда в вышестоящей инстанции Практически весь город Камешково остался без водоснабжения Из-за десятков протечек и прорывов воды нет Не только в жилых домах, но и во многих образовательных учреждениях Например, в третьей школе, расположенном по соседству отключенного от воды микрорайона Уроки сокращены до 30 минут, но школа пока функционирует Для того, чтобы хоть как-то погреть ее, коммунальщикам приходится открывать заслонку И тогда вода рекой течет в подвалы Камешковцев В домах влажно, картошку и прочие овощи уже не сохранить А вот с питьевой водой в городе дефицит От водопровода всех жителей совхозной отключили еще в прошлом году А колодцы завело водой из котлована Пока спасает зима, люди топят снег, но ведь он скоро растает Начальник Камешковского управления ЖКХ признается Проблема эта общегородская, писать жалобы бесполезно Трубы заменят, но когда, неизвестно 38 жителей Владимира в январе отметят 90, 95 и 100-летние юбилеи Все они получат письма с поздравлениями от Путина и ценные подарки Согласно распоряжению главы государства Именно так в этом году будут поздравлять всех долгожителей страны Их секрет долголетия прост Главное в жизни заниматься любимым делом Татьяна Григорьевна Козлова отметила 90-летний юбилей в начале января Во-первых, я очень ценю доброту Если добрый человек, он много хорошего делает Сейчас дороже всего Ну, конечно, мои кровные дети Я их очень люблю Всего в Владимирской области в этом году отметят 90, 95 и 100-летние юбилеи 2020 человек Кстати, вековых юбиляров всего 8 И большинство из них – женщины Сегодня, кстати, 16 января В соответствии с решением ЮНЕСКО празднуется Всемирный день Битлз А то, что вы там слышите на заднем фоне – это ликование фанаток Потому что, я думаю, ни для кого не секрет, что творилось с женщинами на концертах группы Битлз Вообще не поддается описанию драки, истерики, потеря сознания Ну и, конечно, счастье сумасшедших в глазах Потому что, действительно, эти ребята были настоящими идолами Я даже так бы сказала, наверное Сегодняшний день, 16 января, настоящий праздник Самая, просто, мне кажется, красная дата календаря для всех битломанов по всему миру По легенде, идея названия группы Битлз пришло Джону Леннону во сне Сейчас, конечно, это нельзя не проверить, не доказать Но, как он сам утверждает, ему приснился человек, который сидел на горящем пироге И этот человек сказал ему, пусть будут Битлз Но, то есть, игра слов на английском Битлз означает джуки И он изменил первое удвоение двух Е в первом слоге на А И получилось Битлз, где первый слог означал бит, музыка Да, так или иначе, 16 января 1957 года в Ливерпуле состоялось открытие клуба Каверн Где в свое время дебютировала как раз-таки легендарная группа И этот день стал главным праздником всех битломанов В октябре 1962 года увидел первый свет сингл группы Love Me Do А в марте 1963 года дебютный альбом The Beatles Please Please Me Возглавил национальный хит-парад И полгода не сходил с первых строчек и положил как раз-таки начало безумной популярности музыкантов В целом, я думаю, вряд ли кто-то может поспорить, что группа Битлз оказала просто колоссальное влияние На все развитие поп-музыки во всем мире, на нашей планете И сейчас по версии самого рейтинга музыкального издания Rolling Stones Группа Битлз занимает первое место как самые известные, как самые любимые всеми людьми поп-исполнители Я думаю, что с этим, конечно, никто не поспорит И особо приятно, что спустя даже такое долгое время Популярность у группы нисколько не падает, фанатов ничуть меньше не становится И каждый год к этому дню они радуют друг друга какими-то новыми прочтениями, может быть, музыкальными Вот об одном из таких прочтений, если вы вдруг не знакомы со всем творчеством группы Битлз Мы предлагаем вам сейчас за минуту, так сказать, в это и окунуться Все, внимание на экране Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такая минутка... не знаю, чего... самых лучших... не знаю, камер... И группа Битлз за минуту, друзья Действительно, ну, песни, я думаю, ни одно поколение на них выросло и вырастет И действительно, на многие-многие века эта группа вошла в историю земли Поэтому мы всех поздравляем сегодня еще и с этим знаменательным событием Ну, а все-таки разговор у нас сегодня идет о домашних животных, о братьях наших меньших, о друзьях человека И если у вас есть чем поделиться, если вы хотите себя чем-то порадовать в этот день Вам нужно нам позвонить и мы вам подарим приз, но прежде нужно ответить на вопрос Участвовать в нашей оранжевикторине А это сегодня очень простая викторина Уявляются фотографии животного какой-то российской знаменитости Вы должны угадать из трех вариантов, чей это питомец А мы вам подарим наши подарки Да, ну и такой желающий у нас есть Здравствуйте! Доброе утро Алло! Доброе утро! Представьтесь, пожалуйста Меня зовут Зинаида Зинаида, есть ли у вас домашние питомцы? Есть кошка Как зовут ее? Кошка зовут Нюрка Нюрка, как Нюрка попала к вам? Нюрка попала по объявлению в газете То есть вы ее поняли, увидев в газете, что это ваше создание? Сейчас уже наше Ну, понятно Ну, давайте тогда посмотрим, чье же создание сейчас появится в экране Вам достается собака Кличка этой собаки Баффи Вот, прекрасное создание Сразу видно, что Мария собачница Итак, для вас три варианта, кому принадлежит эта собака Это известные российские певицы Это Вера Брежнева, Анна Седокова, либо Валерия Вера Брежнева, Анна Седокова, Валерия Возможно, Анна Седокова Вы думаете, Анна Седокова, мы вам показываем правильный ответ И это Анна Седокова Мы вас поздравляем, отличная, не знаю, интуиция или знание Браво Отлично, не знаю, что еще добавить Знайда, вы большая молодец Поэтому пойдете на концерт 1 февраля, вы знаете об этом Я вас поздравляю с этим фактом Билетики пригласительные можно забрать у нас Обо всем вам сейчас объяснит администратор Ну, а у нас еще есть для вас много хороших и приятных призов Да, друзья, мы сегодня для вас приготовили, во-первых, еще вторую пиццу У нас не разыграно, поэтому звоните, мы ждем вас У нас сувенирная продукция с символикой 6 канала И подарочная карта от сети магазинов Амбиквартал Ну, а пока предлагаю знать, что день грядущий нам готовит И что же интересного произошло, кроме дня Битлз В этот чудесный четверг, а точнее в 16 января А ты Битлз-то любишь? 16 января 1724 года Петр I запрещает в России браки по принуждению Эти петровские положения действовали весь 18 век Но, как часто в России бывало, законы в этой сугубо личной сфере не исполнялись И судьбой детей продолжал безразделенно распоряжаться отец А в помещи-владении господин женил крепостных по своему усмотрению А вот в 1866 году некий Эверет Хосмер Барни запатентовал металлические роликовые коньки Они крепились на обычную обувь, а зажим подгонялся при помощи винта А спустя ровно два года торговец рыбой Уильям Дэвис из Детройта, штат Мичиган Запатентовал холодильник на колесах 16 января 1920 года в США вступил в силу сухой закон На всей территории страны была полностью запрещена продажа спиртных напитков О необходимости такового в обществе говорили уже не первый год В связи с очевидным спаиванием нации Одну из главных причин видели в огромном потоке иммиграции из пьющей Европы В первую очередь из Ирландии В этот день 1959 года на Горьковском автозаводе Была собрана первая партия легковых семиместных автомобилей Представительского класса «Чайка» Дизайн машины напоминал образцы американских производителей В то время законодатели мировой автомобильной моды «Чайка» оснащалась V-образным 8-цилиндровым двигателем Мощностью 195 л.с. Разумеется, первые «Чайки» для индивидуального пользования не предназначались Но были два исключения Одна из машин была подарена Никитой Хручевым писателю Михаилу Шолохову А вторая находилась в гараже первого космонавта Юрия Гагарина День Ангела сегодня празднуют Арина, Павла и Ирина Сегодня, 16 января, в городе днем ожидается 13 градусов мороза Ветер северо-восточный 5 метров в секунду На протяжении всего дня в городе будет пасмурно Ожидается небольшой снег Вечером температура упадет до минус 11 Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба Влажность воздуха 85% Кстати, по данным опроса социологического Самым популярным в этом году животным домашним признан был Кто? Кошка Мне кажется, не только в этом году Нет, собаки побеждали в каком-то, да Но вот именно по итогу 2013 года кошки выбились На первое место вышли На самом деле, да, жители нашей страны особой, так сказать, разнообразиями не отличаются У нас есть кошки на первом месте, собаки на втором И на третьем месте грызуны, рыбки, черепашки Ну то есть все, что не требует какого-то такого особого ухода А, кстати, опять же, психологи говорят, что вот детям очень полезно иметь домашнее животное Потому что таким образом они учатся ответственности и заботе о братьях Опять же, когда готовились, я прочитал, что психологи утверждают Если ваш ребенок просит вас купить какое-то домашнее животное Это значит, что он уже готов к ответственности И это, то есть это не какое-то обычное нытье Это даже полезный будет шаг Поэтому дважды подумайте И купите, может быть, действительно, да, это будет хороший жест И ваш ребенок вот станет еще более взрослым ухаживать за питомцами И самостоятельно Да Давайте узнаем, что думает по этому поводу человек, который сейчас находится на той стороне экрана И с телефонной трубкой Доброе утро Здравствуйте Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста Меня зовут Майя Майя, есть ли у вас домашнее животное? Есть собака и кошка Вот, у вас оба рейтинга главных Два победителя, скажем так, сразу Как зовут ваших питомцев? Бинка и Кузя Так, а вас просили, я не знаю, там, детки Вот мы сейчас разговаривали о том, что дети часто просят домашних питомцев Родители некоторые отказываются Кто-то соглашается Ваше мнение по этому поводу какое? Мы же согласятся Ну, понятно Правильно, надо соглашаться, я согласен Итак, Майя, мы вам приготовили, как и всем нашим участникам, оранжевую викторину Сегодня вопрос следующий Для вас появляется следующая фотография Это будет прекрасная собачка Ну, так как вы видите, что она в шубке Это наверняка такая весьма избалованная особа Это одна из известных российских телеведущих Внимание Вот эта? Нет Ну, хотя, чем той терьер не шутят Итак, Майя, вам три варианта ответа Это телеведущая Анфиса Чехова Ксения Собчак Либо Тина Канделаки Мне кажется, у кого угодно может жить Анфиса Чехова Ксения Собчак Тина Канделаки Тина Канделаки Вы думаете, это Тина Канделаки? Появляется ответ с правильной фотографией Это, Майя, но, к сожалению, это Анфиса Чехова Ну, ничего страшного, я думаю Но шубка была прелестна Я даже не знаю, что на это сказать Такие очень милые создания Спасибо большое, что вы нам дозвонились Потратили свое время Обязательно звоните еще Потому что каждый день мы готовим вам Огромное количество приятных подарков Ну, я не знаю, как насчет шубки Но однозначно смотреть на это умилительно На мой взгляд Я, кстати, говорил про календарь В начале программы Календарь 86-го года Абсолютно идентичен к календарю Наступившего 2014-го Поэтому, если вы еще не купили Давайте разорим магазины по продаже календарей Друзья, откапывайте календарь 86-го И не выбрасывайте Потому что в 2046-го Он вам снова пригодится Календарь 86-го на века И все это, знаете, почему происходит? Потому что Девушев утром завтракает А это, как известно, повышает Мозговую деятельность, как я посмотрю Что предлагаем сейчас сделать и вам Так, значит, в 84-го Он сейчас пригодится, потом в 2100 Супермаркеты Амбиквартал Это более 500 наименований продуктов Цеха собственного производства Ароматная выпечка, изысканные салаты Блюда японской кухни, итальянская пицца Для приготовления мясных блюд и полуфабрикатов Мы используем только свежее мясо региональных производителей Это позволяет максимально сохранить полезные свойства продуктов И обеспечить высокое качество производства Амби – качественно новый Доброе утро, друзья! Сегодня мы с вами приготовим не только сытный, но и полезный завтрак Нам понадобится сыр моцарелла Нам понадобится желтый болгарский перец Немного черепомидоров и базилик Перец мы нарежем большими кубиками Для этого салата мы используем такой сыр, как моцарелла Традиционно моцарелла производится из молока Черных буйволиц У нас же в магазинах мы чаще встречаем сыр моцарелла Приготовлен из обычного коровьего молока Кстати, мы традиционно сделали это в магазине «Квартал», где всегда огромный выбор сыров И вы найдете для себя все, что нужно Перец мы нарезали, помидорки черри мы тоже нарезали Сыр мы тоже разрежем пополам Приготовление такого салата займет у вас очень немного времени Теперь приготовим заправку Для заправки нам понадобится немного оливкового масла И немного бальзамической пасты Все это мы перемешаем венчиком Вот такая вот простая заправка готова Осталось только выложить нашу салат на тарелку Осталось добавить маленький стрижок Листья базилика мы мелко порубим Добавим в заправку Теперь осталось полить наш салат Готовым соусом Немного перца Итак, наш быстрый и здоровый завтрак готов Я желаю вам приятного аппетита и хорошего дня Для приготовления салата с моцареллой вам потребуется Болгарский перец, 10 помидоров черри, упаковка сыра моцарелла, две веточки базилика, бальзамическая паста, оливковое масло, соль, перец по вкусу Потому что у них нет торта Но есть, только они лавка Потому что они кошки и собаки И у них мяу и гав Потому что у них нет губ Друзья, мы продолжаем четверг, продолжаем рабочую неделю Вместе с нами в студии Оранжевое утро Сегодня мы посвящаем эфир братьям нашим меньшим животным Мы подарили сегодня двух прекрасных птичек Волнистых попугайчиков И это не шутка, если вы нас еще смотрите только что Мы сегодня подарили двух попугаев Да, но впереди же еще есть много призов И самое главное, сегодня так много телезрителей, которые хотят поделиться и похвастаться своим домашним питомцами И один из них сейчас это и сделает Доброе утро Доброе утро Алло Алло, здравствуйте Представьтесь, пожалуйста Доброе утро, Сергей Итак, Сергей, есть ли у вас питомцы? Ой, вот У меня питомцев нет Так, а никогда не было? Или у вас может быть какая-то позиция? Ну, как-то нет У меня было в свое время В детстве была собака Вот, одно время у нас была кошка в деревне Но, знаете, потом, поперед того, как я рос и становился самостоятельным существом Мне более и более страшно было стереть себя этим животным Потому что, как говорят, наверное, все-таки они нас, наверное, владеют, а не мы ими Потому что, когда смотрят глаза у мудрого кота, то начинаешь сомневаться в том, кто хозяин Кто здесь хозяин, а кто питомец, да? То есть нет желания, да, завести питомца? Наверное, сейчас уже нет Ну, тогда, наверное, есть желание разобраться С питомцем из знаменитостей С питомцем из знаменитостей Кто владеет каким животным Давайте сыграем, Викторин Сергей, появляется очередная фотография Это будет кот Это... Сфинкс Сфинкс, да, абсолютно верно Это сфинкс И принадлежит он Такая вот экстравагантная кошка Конечно же, принадлежит человеку, связанному с модой Итак, три варианта вам на ответ Это Сергей Зверев Влад Лисовец Либо Вячеслав Зайцев И все такие модники И все такие модники И кошка у них без шубки А вы знаете, а? Итак, три варианта ответа Сергей Зверев Влад Лисовец Вячеслав Зайцев Я думаю, что, наверное, это, скорее всего, Влад Лисовец Вы думаете, это Влад Лисовец И появляется фотография сейчас И это абсолютно правильный ответ Это действительно так? Это стилист, парикмахер? А ведь я рассуждал, что должен быть похож животное на своего хозяина А я, кстати, после вашего ответа хотел абсолютно это сказать Что заметьте, как они похожи Вот видите, мы как с вами Да-да-да Да-да-да, Лисовец, кстати, знатный кошатник У него, кроме этого замечательного питомца Без шубки, как сказал Дима Есть еще и питомец в шубке Такой белый, красивый кот С голубыми глазами Ну, а у вас есть теперь замечательный календарь На 2014 год От компании Рены Шестого канала Который вы будете переворачивать И все самые главные события в вашей жизни Отмечать, не знаю, красным маркером Сегодня можете уже начинать Сегодня можете начинать Да, Сергей, вам спасибо за звонок Ну и небольшой бонус Мы вам также дарим карточку от сети магазинов Амбиквартал Вот такой вам в пакете Все найдете Всего хорошего и спасибо за звонок Ну что ж, а для тех, для кого питомцы являются главными эпицентрами их жизни Может быть, средствами для вложения Да, средствами для вложения Сейчас будет полезно узнать обзор главных гаджетов Для этих чудесных созданий от Артема Сырова Гаджеты Собаку Сегодня будем говорить о гаджетах для наших четвероногих друзей Пить хотят все Это устройство создано с использованием ПВХ-труб Датчиков движения и клапана от распрыскивателя Это автоматическая паилка Она крепится к открытому крану При приближении собаки паилка включается автоматически А когда животное уходит, клапан перекрывается Давайте посмотрим, что можно было бы использовать в городских домах Если у вас в квартире живет несколько четвероногих друзей И вы не хотите постоянно думать о том, чтобы всем хватало воды Вам в этом поможет этот чудо-прибор Устройство состоит из миски, в которой находятся датчики резервуара с водой Насоса и процессора При помощи насоса в миску заливается вода Уровень которой контролируется тремя датчиками Поддерживающими ее на определенном уровне Поилкой это, конечно, хорошо Но одной водой сыт не будешь Одна из компаний разработала необычное приспособление Кормушку, которую можно управлять при помощи смартфона Устройство представляет собой контейнер с лотком В который порционно поступает пища Управлять кормушкой можно через смартфон При этом хозяин может запрограммировать график кормления И следить, как часто и сколько корма поглощает питомец Различной информацией может отправляться через смс, электронную почту и социальные сети Любителей котиков мы можем порадовать еще одним устройством Идея заключается в том, что получить еду из кормушки Сможет не каждая кошка, а только та, на шейнике которой прикреплен специальный датчик Устройство представляет собой куб, внутри которого содержится несколько порций кошачьей еды Свежесть корма сохраняется при помощи встроенной системы охлаждения Доступ к которому осуществляется через специальную дверцу Которая открывается по сигналу радиодатчика Который устанавливается на шейнике того или иного животного Причем этот датчик умеет распознавать разных животных По их идентификационному номеру Таким образом можно настроить отдельную диету для каждого домашнего любимца Конструкция спроектирована таким образом Что одновременный доступ к питанию может получить только одно животное Хотя устройство в основном ориентировано на кошек Оно может быть использовано и для небольших собак Будем надеяться, теперь все сыты, пора и поиграть В мае нынешнего года ожидается появление на рынке устройства PitCube Это небольшой куб с дистанционно управляемой лазерной указкой и камерой Устройство нужно будет просто установить в удобном месте и подключить к Wi-Fi Настроив приложение на смартфоне, можно будет управлять лазером из любого места Еще один гаджет может появиться в продаже летом Ориентировочная цена около 30 долларов Благодаря проекту Egg, стартовавшему на Kickstarter Животные смогут получить необходимую физическую активность без особого ущерба для окружающего пространства Устройство представляет собой небольшой автономный механизм Который выдает себя за живое существо, провоцируя вашего питомца на игры И наконец, все мы хотим понимания Благодаря изобретателям скандинавского общества изобретений и открытий В будущем может появиться устройство, которое будет способно прочесть некоторые основные мысли животных И привести их в понятные человеку сигналы Данное устройство будет использоваться в оккупность психологических состояний животного Например, усталость, радость, голод, волнение и другие Полученные информации будут обрабатываться микрокомпьютером Затем переводиться в голосовое сообщение Которое будет озвучено через громкоговоритель на шейнике Ожидается, что гаджет будет доступен в трех модификациях От простой, который определяет несколько основных мыслей До более усовершенствованных Стоимость базовой версии будет составлять 65 долларов Автор планирует развивать устройство и научить его говорить на нескольких языках А также считывать больше информации о чувствах животных Кстати, на одной из международных конференций медицинских, психологических год назад Было доказано, что человек и животные это очень хорошо Потому что животные благоприятно влияют как на физиологическое, так и на духовное наше с вами развитие и состояние И еще было проведено одно интересное исследование медицинское Оказывается, что животные очень полезны и хороши для людей уже престарелого возраста И количество инфарктов сокращается при наличии животного И выходов из этих состояний, то есть при реабилитации Используют животных как помощника для того, чтобы быстрее восстановиться Вот так, настоящий пиццентр хорошего настроения, прямо как и наша программа «Оранжевое утро» И у нас есть очередной звонок, очередной телезритель Доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста! Меня зовут Ильина Ильина Итак, скажите, пожалуйста, есть ли у вас животные? У нас дома очень много животных Кто у вас? У нас семь кошек У нас собака У нас пупугай и хомяк Ничего себе! Скажите, а вы сможете всех перечислить по именам? По именам Значит, кошек у нас Пиша, Федя Потом кошек Мася Мася, Вася, Злата и Нила Семь Так, собак Да, попугай у нас зовут Панкуша И хомяк Да, у нас зовут там Руся Как вы не путаетесь с ними? Мы справляемся очень хорошо Мы живем сейчас в доме Они у нас очень все дружат Это правда, это здорово Здорово! Я думаю, что вот уж у кого, у кого У вас в доме самое что ни на есть правильная атмосфера Хорошее настроение и армия докторов Вот все кошечки у нас появились Она очень любит животных Вот, старшие внуки Она сейчас с нами живет Но у нас сейчас другая ночь с тобой живет Маленький, два годика Двагодика которой Вот она тоже очень любит Ну я думаю, что было бы неплохо порадовать сегодня не только своих питомцев Но главное, самое главное, домочаться вкусной пиццей Итак, предлагаем вам вопрос, за который вы сможете Ну, правильно, на него ответив, конечно Выиграть вкусную пиццу Давайте поиграем Итак, внимание на экран Появляется фотография вот такой грустной овчарки И ее обладатель известный киноактер Итак, три варианта ответа Это Константин Хагбенский, Сергей Безруков, либо Гоша Куценко Это овчарка же? Да, это овчарка Зовут ее Эрих Ну, наверное, это Сергей Безруков Думаете, Сергей Безруков? Да Сейчас появится правильный ответ Это Гоша Куценко Не с собакой, а почему-то со слоном Но вот честно я вам скажу Пользуясь ситуацией, мы не можем вам Правда У вас столько животных Чтобы их прокормить Мы вам поможем Мы вам дарим, правда, на сегодня вкуснейшую нашу пиццу Ой, спасибо большое Пожалуйста Сегодня просто праздник добрых дел, я бы так сказала За то, что вы такая большая молодец Мы вам дарим вкусную пиццу Ну, а, кстати, говоря о животных Существует огромное количество проектов в интернете И об одном из таких фотопроектов я хочу рассказать Прямо сейчас американский фотограф Дэвид Эммет Снял серию фотографий под названием «Филдгид» А точнее, это фотографии сняты На пленку Здесь присутствует чучело животных С различными приспособлениями, гаджетами Кстати, в продолжении, да, темы от Артема Сыра Которые могли бы помочь тому или иному зверю в их жизни Вот, смотрите, например Видишь, уточки мог бы помочь вот такой замечательной пропелию Ну, правильно, чтобы крылья отдыхали Согласен Допустим Допустим, почему бы и нет Так, следующие после утки у нас кто идет? Мне кажется, эта утка не очень радуется Это последняя, видимо, да? С громкоговорителем А, волк с громкоговорителем, который воет на Луну Ну, почему бы и нет? Ну, конечно, вряд ли кто-то живет рядом с лесами, где есть волки, но тем не менее Ну, вот такой енот что-то в ночи ищет с лампочкой отдельно Ну, не знаю, как, как это, с этим можно ли с этим жить Так, еще что-то непонятное Задумались Вот скунс, это понятно, что такое, да? Это облегчает ему жизнь, бесспорно, подобные родные приспособления Паука и... Паук, который плетет, да, паутины, видимо, на ткацком станке Но опять же, ну да, вот здесь согласен абсолютно Так или иначе, да, подобного рода истории Это современное искусство, друзья мои, от этого никуда не деться Ну, а для того, чтобы не вот таким образом помочь, с выдумкой, так сказать А если вы хотите помочь какому-то хорошему животному и доброму Обрести дом То вы можете сделать это прямо сейчас, прямо после эфира «Оранжевого утра» А где вы можете это сделать, давайте сейчас узнаем У них нет мамы и папы, нет теплого дома и любящих хозяев Мимо этих одиноких комочков шерсти мы часто проходим мимо Не протягивая руки помощи Кто-то из них приспосабливается существовать по суровым законам улиц Кому-то везет немного больше И они оказываются здесь, в приюте Валента Как мы поняли, да, эту собачку приобрели обеспеченные люди За достаточно большие деньги Они решили, что у них в доме находится игрушка Игрушка доросла до 15 месяцев, она весит 70 килограмм С ней надо гулять, ее надо не только кормить, но и надо дрессировать После этого она стала ненужной, ее выбросили Оказаться брошенным – это большой стресс для животного И для того, чтобы собака вновь поверила человеку Нужны ежедневные тренировки и, конечно же, общение и внимание Он был совершенно неадекватным мальчиком Он не позволял до себя дотрагиваться, надевать поводок Он вообще ничего не позволял Сейчас это вполне нормальная управляемая собака С которой можно подружиться Единственное, что требование к владельцу – это должен быть серьезный человек Который понимает, чем он владеет А эту собаку, как и многих других жильцов приюта, подобрали на улице Али нужен вольер, ежедневный уход Хорошо, что в приюте есть волонтеры, готовые помочь безвозмездно Каждый день они дарят собакам и кошкам свою теплоту К нам приходят добровольцы просто погулять с собаками Особенно нам не хватает утром на выгул собак людей Просто не надо убирать, ничего даже делать, помогать Помогать гулять, потому что у нас мало сотрудников Два-три человека вот так работают И мы с утра по полтора-два часа гуляем с собаками Не всех собак можно содержать в вольере И просто прийти, поиграть с кошками, поиграть с собаками Потому что им очень не хватает тепла И всем собакам, конечно, нужен индивидуальный хозяин Здесь работают настоящие добрые волшебники Трудно даже представить, сколько нужно сил и терпения Моральной стойкости и любви Чтобы по-настоящему заботиться об этих беззащитных малышах И несмотря на то, что на территории приюта есть несколько вольеров Их могло бы быть и больше, если бы не материальные трудности Между тем, каждое попавшее сюда животное проходит ряд обязательных процедур Когда мы получаем животных, мы, если не совсем маленькие, конечно, глистогоним всех Потом обрабатываем от блох Потом вакцинируем Если взрослые попадают, вакцинацию против бешенства делаем всем Невзирая на то, что некоторым питомцам валенты все-таки везет и их забирают Кто-то живет тут по несколько лет А ведь, чтобы спасти брошенных малышей и забрать животного к себе домой Нужен только паспорт и доброе сердце Не бойтесь приютить бездомные животные Люди, которые берутся за это дело, достойны огромного уважения И, может быть, заслуживают в жизни больше призваний, чем самые известные звезды телеэкранов и обложек газет Ну, друзья, мы хотели бы закончить, на самом деле, на позитивной ноте К сожалению, да, наше эфирное время подходит сегодня к концу Мы посвятили эфир этого четверга, 16 января, нашим братьям меньшим животным Мы разыграли все призы, мы приняли огромное количество звонков сегодня Очень приятно, что тема такая, нашла такой отклик у вас, наши дорогие телезрители Да, но все-таки 16 января, в первую очередь, в истории ознаменовался именно как Международный день группы Битлз И мы не могли просто не спеть какую-нибудь чудесную песню Битлз Точнее, не спеть ее не могла Дарья Семина, наш хороший друг, оранжевое утро Даша, любишь ли Битлз? Битлз обожаю, потому что я, на самом деле, с ними выросла И когда я была маленькая, я слушала песни Битлз и пела эти песни Когда я выросла и стала учиться в университете, я училась на этих песнях А теперь я преподаю и рассказываю о группе Битлз Об этих песнях? Да, смотри, даже ты в зрителях, я тебя увидел Да, так или иначе, есть ли любимые песни? Да, конечно же, у них, я считаю, самая гениальная песня, это песня Влада Би Потому что это гимн всего человечества, мне кажется Это песня о самом главном, о том, что надо принимать сегодняшний день таким, какой он есть сейчас, сегодня И принимать эту жизнь именно такой Настоящий Ну что ж, дорогие жители города Владимир, предлагаем и вам принять сегодня, настоящий четверг Вместе с группой Битлз и с Дарьей Семиной Мы же говорим до свидания Увидимся завтра, точнее, вы увидите вместе с Ириной Сергеевой Отличной пятницы, но сейчас группа Битлз Дарья Семина, let it be Ну что ж, поем всем городом Дарья Семина, let it be 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 Всем пора вставать, всем пора вставать По делам бежать Улыбаться, воздухом дышать Здравствуй, утро